В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Не последний, но решительный бой. Тема ЖКХ и нерадивых управляющих компаний вот уже вторую неделю бьет рекорды популярности со знаком минус. И уверена, даже при радужном прогнозе еще не скоро сойдет с повестки дня. Повод более чем весомый. Десятимиллиардная задолженность 63 региона поставщикам коммунальных услуг. Больше половины этой суммы не доплатили люди, остальные 4 миллиарда это уже грехи предприятий ЖКХ. Эти цифры прозвучали на совещании с силовиками в Самарском Белом доме. Картина сама по себе мрачная и приукрашивать ее губернатор Меркушкин не стал. Случись что-нибудь, остановится какой-нибудь город райцентр, ведь разбонят всех. Приедут оттуда, вы же видели не один раз, и начинают разгонять всех. Свой гнев Меркушкин оброшил на управляющие компании в цепочке. Человек, УК, поставщик, по мнению губернатора, они явно слабое звено. Вывели поставщик, человек, договор. Человек не братит, поставщик который сам отвечает за это. Поставляет, не поставляет, это его вопросы. Мы порождаем снова тех же принцип обманутых дольщиков, только уже на другом поле. Но мне кажется уже достаточно для Самарской области таких МММов. Лишь 7% домов в Самарской области управляется ТСЖ и ЖСК, остальные обслуживают управляющие компании. Это явление для России новое, и на свет оно появилось благодаря жилищному кодексу всего 2,5 года назад. Но уже успело стать притчей во языцах. Благие намерения привести в сферу ЖКХ частный капитал обернулись коммунальным адом. Место здоровой конкуренции, повышения качества услуг и адекватных тарифов, сотни уголовных дел по всей стране и десятки в 63-м регионе. Самые громкие завели в октябре в Самаре, три контора подозреваются в хищении 65 миллионов рублей. И в ноябре в Сызрине, где ту же сумму управляющая компания «Центр» не донесла до поставщиков. Еще один бич подобных фирм, их нежелание работать прозрачно. По данным фонда содействия реформирования ЖКХ, на сегодня в стране из 15 тысяч управляющих организаций только треть в той или иной мере готова работать открыто. Зачастую конторы публикуют лишь название, адрес и реквизиты. И общие данные, к примеру, ремонт подъезда. А вот любопытные подробности, что именно сделали, сколько денег заплатили, остается под грифом секретно. Еще одна цифра недели. В Самарской области за это оштрафовали на 7 миллионов 33 фирмы. Призыв жестко просекать злоупотребление управляющих компаний прозвучал в минувший понедельник и в мэрии. Глава Самары еще раз подчеркнул, что намерен держать ситуацию на особым контроле. И все должны понять, что здесь принципиальная позиция. По сфере ЖКХ колоссальное количество проблем и колоссальное количество злоупотреблений. Ни для кого это не секрет. И я понимаю, что уже много сделано нами, чтобы привести в чувства и владельцев, и руководителей управляющих компаний. Коллеги, но это наша с вами забота каждый день. И в том числе в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Уже готовы материалы, и мы однозначно сделаем все для того, чтобы совместную работу с правоохранительными органами здесь довести до конца. И виновные за это ответили. Вот такая черная метка для коммунальщиков. На минувшей неделе в чувства приводили не только руководители управляющих компаний шоковой терапии понадобился и для отдельных чиновников. Но обо всем по порядку. Насколько правдива поговорка «понедельник – день тяжелый», на собственном опыте убедились сотрудники муниципального предприятия благоустройства. По крайней мере, его руководителю Владимиру Василенко пришлось уж точно не сладко. Малоприятный разговор случился в кабинете вице-мэра Виктора Кудряшова. Обсуждали срыв графика уборки города. Самарские улицы в ноябре местами превратились в непролазные тропы, о чем красноречиво свидетельствует фотоотчет, представленный на совещании. Но живописные кадры на господина Василенко, чье ведомство и должно было заниматься этой проблемой, впечатления не произвели. Может, сказался постотпускной синдром, глава МП только неделю назад вышел на работу, может, какие-то иные причины. Но чиновник лишнеобдуманно заметил – это не его мусор. Подбор случайного мусора и то, что здесь показывали на компьютере – это две разные вещи. Там мусор, который вытаскивается на сегодняшний день гражданами. Дежурных вызывай! Дежурный на варе в 17-м, ты же знаешь! А это меня не касается. Я свое отработал. Ты мастер, ты думай. А мой рабочий день закончен. До завтра, пока. Но принцип «Моя хата с краю» категорически не устроил вице-мэра. Странную причину его называется. Я понимаю, если там какой-то подрядчик залетный, который не дорожит своим контрактом, своим бизнесом, он бы мне сказал, что там не предусмотрено летнее содержание и так далее, и бросил бы работу. Мы бы, конечно, его выгнали. Мы же не бросили. Он бы не работал. Но когда мне муниципальное предприятие говорит, сначала сделайте свое дело, сделайте работу, а потом будем разбираться. Выяснилась и еще одна причина срывы графика. По словам Василенко, в это время года его предприятие работает в зимнем режиме, когда выпавший снег много что прикрывает. Но вот незадача. Ноябрь выдался на редкость теплом. И снег, как назло, пошел только после памятного для главы МП совещания. Такой подход к уборке в корне неверен, считают в одном из образцово-показательных ТСЖ Самары с говорящим названием «Мичуринец». Здесь давно научились, во-первых, все капризы природы обращать себе в плюс. Вот смотрите, какая сейчас замечательная погода стоит, что в настоящий момент, середина ноября, а у нас до сих пор цветут наши замечательные розы. А во-вторых, не ждать у моря погоды. Ну, если снега нет, значит, необходимо убирать территорию в летнем варианте. Поэтому то, что не соответствовала уборка погодным условиям, это, конечно, неправильно. Это сидеть и ждать снега, пока он действительно прикроет, а за это время намело грязи и мусор. Поэтому у нас весной очень, мне кажется, из-за этого часто бывает. Вот стаил снег, и там одна сплошная грязь. Теперь в отношении МП благоустройства ведется служебное расследование с последующими оргвыводами. Не исключено намекают в мэрии, что по итогам проверки будут приняты кадровые решения. Работу над ошибками должны провести за неделю. Владимир Василенко пообещал успеть. В понедельник узнаем, сдержал ли слово. Я нагоню, но идите и нагонять. Нагонец, вслед за героем советской киноклассики придется и главам районов. На совещании в Самарской мэрии они услышали две новости. Хорошую. В следующем году на поддержание санитарного состояния своих территорий они получат 250 миллионов рублей. И плохую. Контроль ужесточается. Коллеги, все должны понять, что здесь принципиально позиция. Поэтому за каждое посещение давайте не будем дожидаться того, чтобы я, когда бываю, высказывал замечание. Замечание главным образом было адресовано главе железнодорожного района Юрию Киселеву. А все из-за Комсомольской площади с ее бесконечным автомобильным столпотворением. Пробки рядом с вокзалом явления, конечно, ординарные. Но бесчисленные и никому не подконтрольные таксисты ситуацию только усугубляют. Равно как киоски, которые устанавливали явно не из эстетических побуждений. Юрий Александрович, площадь, мы с вами говорили, это у вас во многом лицо города, да, и ваше лицо. Что у вас с лицом? Приведите в порядок площадь, пожалуйста. Уберите оттуда алкоголиков, уберите оттуда лоточников. Неужели с железной дорогой нельзя договориться о том, чтобы они в аренду предоставили часть площади, чтобы там торговля вот по этим автобусным перевозкам велась? Да наверняка можно. Но надо просто этим заняться, мужики. А тут теперь либо Деточкина убирать, либо киоск. Вы что выбираете? А я Деточкина оставить на месте. Здравствуй, Люба. Я вернулся. Скульптура Юрия Деточкина, героя фильма «Берегись автомобиля», новая достопримечательность Самары, станет прекрасным поводом привести площадь в порядок. Фигуру персонажа, созданного Ильдаром Рязановым, к 85-летию режиссера «Земляка» установили 9 ноября. Церемония эта наделала столько шума в прессе и благосфере, что рассказывать о ней подробно не имеет смысла. Остановлюсь на другом, на том бурном споре, который предшествовал торжеству. Мне непонятно, как бронзовый Деточкин, которого самарцы приняли как родного, лично наблюдала очереди из желающих с ним сфотографироваться, смог у некоторых деятелей вызвать столько негатива, что только не говорили. И что место выбрано неудачно, хотя на нем остановился сам Рязанов. И что в Самаре есть куда более знаковые персонажи, которым нужно памятники ставить. Местный вождь Жириновцев, депутат Михаил Дегтярев, и вовсе заявил, что установка скульптуры Деточкина может быть воспринята как насмешка над законом и оскорбить чувства законопослушных жителей. Странно, я вот законопослушная гражданка меня ничто не оскорбляет, как и многих горожан. Как вы считаете, нужны такие персонажи вообще? Конечно нужны, хорошие, добрые. Но он же преступник. Он не преступник, он хороший человек. Он все сделал для народа, для людей. Ильдар Рязанов, который далек от всех этих споров, на церемонии открытия, кстати, признался, ему тоже пришлось помучиться, чтобы благородного вора Деточкина выпустили на экран. Как вы могли. У нас Мухтуновский только что сыграл Ленина, а у вас будет играть жулика. Я говорю, ну он же будет играть честного жулика. Я думал, елки-палки, сколько-сколько надо пахать для того, чтобы расчистить это поле, потому что у нас очень много, конечно, бюрократов. Вы знаете, у Рязанова уже многие персонажи не беспроблемные. То есть у него все персонажи такие. Если здесь копаться глубоко, то получается, что какой бы мы персонаж не взяли, к каждому будут вопросы. Позиция этих людей мне очень понятна и проста. Ничего не делая, сидя у интернета, пописывая разные мысли вслух, пиарится за счет других. Критики могут оттачивать свое остроумие. Комитет культурной Самары не намерен останавливаться. В ближайших планах установка бронзового красноармейца Сухова и разлюбесной Екатерины Матвеевны. К ней в Самару известный факт спешил освободитель женщин Востока. Рядом должен появиться таможенник Верещагин. Есть еще идея установить скульптурное изображение Чулкова. Этот самарец придумал Баян. Новые памятники знаковым событиям тоже должны появиться. К примеру, монумент в честь Чехословацкого корпуса, который базировался здесь, на Волге, в смутные годы гражданской войны. Учитывая, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, эксперты уже заранее предчувствуют, какие жаркие дебаты этот факт спровоцируют. К нему крайне неоднозначное отношение у всех. И копий там ломается на порядок больше, чем по поводу Деточкина. Есть полярные точки зрения, что этот памятник Чехословакам устанавливается на улице Красноармейской. То есть Красная Армия Чехословакии воевали между собой. И кощунство налицо. Но с другой стороны, есть попытка. То есть мы должны смотреть на это, возможно, с точки зрения примирения, как раз на конец белых и красных. Возможно ли в Самаре вот такое символическое примирение белых и красных? Кто знает, поживем-увидим. На этом я с вами прощаюсь. Удачи, увидимся.